Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Индия начала спецоперацию в автономном штате Джамуй-Кашмир. Верховный суд Индии лишил штат Джамуй-Кашмир автономного статуса и собственной конституции, уравняв его в правах с другими регионами страны. Указанное решение должно было положить конец 70-летнему конфликту, начавшемуся после выхода Индии из состава Британской империи и отделения от нее Пакистана. Западные эксперты, однако, не исключают возникновение четвертой по счету индо-пакистанской войны на религиозной основе. Индийские власти направили в регион несколько десятков тысяч военных, ограничили мобильную связь и интернет, опасаясь роста протестных настроений. Население штата Кашмир составляет 13 миллионов человек. 65% населения штата являются приверженцами ислама, при этом господствующей религией в Индии является индуизм. Пакистанские власти ранее трижды пытались военным путем решить с Индией давний территориальный спор, однако боевые столкновения оканчивались победой индийской армии. В знак демонстрации своей лояльности к местному мусульманскому населению индийские власти разрешили штату Кашмир иметь свою конституцию. Кашмир цемили льготы при поступлении в индийские вузы и на госслужбу внутри штата. При этом жители других индийских штатов были лишены возможности приобретения недвижимости в штате Кашмир. Теперь автономному статусу и всех льгот штат Кашмир лишился. Индийские власти завершают строительство крупнейшего железнодорожного проекта, который должен соединить Кашмир с остальными регионами Индии. В реализацию проекта инвестировано свыше 3 миллиардов долларов. Пакистанские власти осудили инициативу Индии, назвав ее незаконной и предупредив об ухудшении отношений с соседями, обладающими ядерным оружием. Речь идет о самом Пакистане и Китае. Штат Кашмир имеет общую границу с Пакистаном и Китаем. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что проблема Кашмира должна быть урегулирована на основе ООН и резолюции СовбезООН. В мае этого года в штате Кашмир индийское правительство организовала серию встреч перед основным заседанием глав государств G20 в Нью-Дели. Китай своего представителя в Кашмир не направил. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай решительно выступает против проведения любых встреч G20 на спорной территории. Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус вчера сообщил, что американские власти продолжают придерживаться мнения о том, что вопрос о принадлежности штата Кашмир является внутренним делом Индии и Пакистана и должен быть разрешен на основе мирного соглашения между ними.